26 октября прошлого века в Новосибирске на линию вышел первый трамвай. Вагоновожатый тогда сделал 75 рейсов и за один день перевез больше 5000 пассажиров. Сегодня сеть развита как в правой, так и в левобережной части города. Есть у горожан и популярные трамваи, например, номер 13. Правда, известен он все больше курьезными случаями. А на этой неделе в объектив попал 11 маршрут и авария с его участием. Водитель иномарки после ЧП сломал в трамвае зеркало заднего вида. Рассказывает Анастасия Аксенова. Нет, это не видео из остросюжетного фильма. Это кадры дорожной разборки на Горбатом мосту в Дзержинском районе. Как итог, испорченное настроение, потрепанные нервы и сломанное зеркало. Они развернулись на Тойоте, получается, вот резко вот так, вот возле нас, не доезжая до разделителя вот этого. Им посигналил трамвай, они вышли и начали орать на него. Юлия была готова предоставить видеозапись в Горэлектротранспорт. Однако, несмотря на это, сотрудники депо решили не подавать заявление в полицию. Правда, хамов на дороге от этого меньше не станет. Бывает, что словами делу не поможешь. Если собеседник намеревается пустить вход кулаки, то по возможности зафиксируйте все его действия при помощи с подручных гаджетов. Закройтесь в автомобиле. А также просигнализируйте другим участникам дорожного движения происходящим. И обязательно вызовите сотрудников полиции. Опять же, тут не обязательно, чтобы это был водитель, это может быть и просто посторонний человек, который увидит противоправные действия. Каким образом будет квалифицировано действие того или иного человека, будь то водитель или пассажир, от этого будет зависеть уже то наказание, которое ему может быть назначено. Психологи объясняют, современный ритм жизни сам по себе создает стресс. Человек чувствует себя такой карпом в промасленной бумаге или в фольге, потому что ему личного пространства становится у него все меньше и меньше. Специалисты советуют отвлекаться от стрессовой ситуации. Например, можно подумать о том месте, где вы чувствуете себя хорошо и спокойно. И тогда всю агрессию как рукой снимет. Анастасия Аксенова, Александр Ведерников, Антон Мамаев. Новости ОТС.